Всем привет! Сегодня вашему вниманию мы рассмотрим типичные настройки сетевой камеры торговой марки TND. Как вы понимаете, у каждой торговой марки используются одинаковые интерфейсы, поэтому мы сегодня рассмотрим настройку камеры на примере камеры TC-C32UN. У всех камер TND IP-адрес по умолчанию 102.168.1.2. Нам сразу же предлагают поставить приложение, плагин так называемый для камеры. Устанавливаем его, смотрим. Скорее всего камера не работает с браузером Chrome, поэтому через приложение Chrome и ETAB пытаемся зайти на нее. Логин по умолчанию администратора admin, пароль 4 единицы. Входим в систему. У нас сразу предупреждает, что нам нужно изменить пароль. Что видим на первой вкладке, так называемом превью. Можем менять потоки. Первый поток, второй поток. То есть камера многопоточная. Можем менять соотношение экрана. Дальше. Здесь мы можем включить видеозапись, если у нас есть карточка памяти. И мы здесь можем включить, сделать скриншот. При этом, поскольку мы поставили приложение NetVideo, скачанное, все это дело у нас пишется не на карточку памяти, а на наш компьютер. Зум, отображение на весь экран и звук. Воспроизведение, стандартная, как и в многих камерах, функция. Здесь мы ничего нового не расскажем. Журнал, все наши события. Нас интересует главная вкладка для нас, конфигурация. Настройка камеры. Для начала у нас выкидывает на настройку потока. Настройка первого потока, первичного. Настройка второго потока, вторичного. То есть, как видим, первый поток у нас стоит Full HD. Второй поток стоит обычный CIF 704 на 576. Для потока мы указываем разрешение, битрейт, FPS кадровую частоту. И ключевой интервал для сжатия H.264. В параметры аудио мы указываем кодировку, аудио, частоту и наш микрофон. Микрофона в камере, как я сказал, уже нету, поэтому мы его, когда подключим, только можем увидеть. Настройки камеры. Здесь есть первое, параметры HD. Мы можем регулировать яркость, контраст, насыщенность, оттенок и регулировка резкости. Экспозиция, называемое время затвора. Как видите, максимальная 1.25, и она у нас сразу идет все за свет. Здесь дальше мы можем включать или выключать решимые коррекции для видео. Мы можем включать интеллектуальную подсветку. Сейчас она у нас не включится, потому что светло. Здесь можно включить приглашение яркого света. Это, скорее всего, аналог характеристики BLC. И мы можем включить ВДР, который у нас затенит светлые участки и осветлит темные участки. Мы обычно ставим ВДР авто. Баланс белого. В зависимости от того, где находится камера, в помещении, внутри помещения, какое освещение, мы можем выбирать теплоту света. И усиление изображения. Есть даже компенсация тумана. Работа так себе, конечно. В общем, для данной камеры все настройки по качеству изображения можно найти здесь. Следующая настройка – шаблон HD. Мы можем на день и на ночь выставлять автоматические настройки, где находится камера. То есть есть какие-то небольшие пресеты, по которым ориентируется камера и настраивает адаптивно и интеллектуально настройки параметра HD. Настройки день и ночь. При включении ИК-подсветки мы можем добавлять яркость. Вот, видите, ИК-подсветка включилась. И мы можем настраивать яркость светодиодов. Smart Analyze. Если в камере ТНД есть какая-то аналитика или какие-то модули аналитические, то все они могут настраиваться здесь. Состоять внимания на них не будем. Обычно этим занимается не камера, а какая-то система видеонаблюдения, поэтому ставим без рассмотрения. Наложение текста, так называемый OSD. Здесь мы можем поменять имя канала, название его. То есть на каждый поток у нас будет своя настройка OSD. Дата и время мы можем здесь выставить. Здесь можно также добавить дополнительные данные, то есть сделать какую-то определенную надпись. Маскировка видео. Здесь мы, очевидно, можем какой-то участок на наше видеонаблюдение взять и закрыть. Это может быть какой-то там в сейф или какой-то прибор охранной технологии, который можно поставить и оператор считает его. Поэтому, если нужно, тут очень легкое меню. Квадратик, прямоугольник. И тут же удаляем. Управление записью у нас настраивается. Режимы работы. То есть как у нас ведется запись вручную, по тревоге или по расписанию. С определенными временными интервалами. Тревога. Очевидно, это по движению. Есть постзапись. 10-10 до 60 секунд после окончания тревоги камера еще будет писать. Настройки хранения. Настройки снимка в экранах. Управление дисками. Здесь мы можем добавить какой-нибудь NAS или какой-то раздел на компьютере. Или карточку SD. Настройки сети. Мы можем поставить динамический адрес или статический. В сетевых службах мы можем включить DDNS. Это какая-то внутренняя компания TND служба, которую мы трогать не будем. Настройки FTP. И настроить протинанты камеры. Бывает часто, что на камере нужно перенастраивать порты, поэтому мы спокойно можем указать перебруску портов. И прочее. Мы можем изменить HTP порт и RTSP порт, которые использует данная камера. Фильтрация IP. Мы можем встать как белый список, так и черный список для этой камеры. Чтобы пользователи могли подключаться к ней или наоборот не могли подключиться с определенных IP-адресов. Управление пользователями. Пока у нас есть только один логин администратора. Здесь мы можем добавить другого пользователя с определенными правами. Просмотр, просмотр управления, просмотр управления настройкой администратора. Управление сигнализацией. Здесь просто мы указываем то место, по которому будет срабатывать наша тревога на движении. И здесь мы можем настроить для него же расписание. Продвинутые опции. Локальные настройки. Опять же, приложение поставленное от видео на компьютер. И здесь у нас указывается, куда будут писаться скриншоты, видеофайлы и прочая информация. В системных настройках мы можем посмотреть информацию по данной камере, заводской номер, версию ядра, версию прошивки. Можем поставить здесь наше время. Можем его снифернизовать с временем компьютера. И переключить вход на летнее время или на зимнее. Обслуживание системы. Здесь у нас, ну как видите, локализация так себе. Ну, очевидно, здесь можно сбросить настройки. Работнуть устройство. Сбросить объектив. И параметры сохранить или экспортировать. Подключение к платформе. Это какой-то у нас, наверное, SDK. Который мы также вам показывать не будем. Вот такое меню. Настроек много. Чем-то похоже на своих китайских собратьев в компании Hikvision и DAHOA. Ну, ничего сложного нет. В принципе, если вы настраивали камеру других марок, вы спокойно разберетесь и в этих настройках. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.